Тысячи лет люди жили вместе с животными, которых они приручили и одомашнили. Животные давали массу дополнительных возможностей. С их помощью перевозили грузы, охотились, разводили других животных, получали мясо, молоко и яйца и даже играли с ними. Растения тоже были одомашнены. Почти на каждом континенте фрукты, овощи, зерно, орехи и клубни стоят в первых рядах источников пищи, давая щедрый урожай по сезону. Многие тайны приручений некоторые народы хранили тысячи лет под угрозой смерти. Это относится к личинкам тутовых шелкопрядов в Китае, которых люди начали разводить для получения шелка в больших количествах около 7500 лет назад, судя по генетическим анализам. Более 2000 лет тайна оставалась непознанной для жителей других стран, которые покупали ткань за большие деньги. В результате чего и возник великий шелковый путь, на пути которого строились города и развивались другие цивилизации. Еще одним интересным примером доместикации является приручение лам инками в Южной Америке, которые строили великолепные города, но так и не смогли изобрести колесо. Кости лам были найдены при раскопках поселений людей в перуанских антах и датированы в 6000 лет. Немало тайн связано и с арбузами, свидетельства селекции которых известны нам благодаря египтянам с 4000 лет назад. Также на данный момент человек смог приручить лишь одно единственное насекомое – пчелу. Было время, когда видов, которые сейчас населяют наши дома, города и фермы, не существовало. Когда-то либо люди приводили животных силой из дикой природы и приручали их, либо же животные сами ориентировались на создаваемые человеком экологические ниши, тем самым приручая самих себя. Разнообразные варианты присущи разным видам животных и вызывают частые споры среди ученых. Но каким бы способом не были приручены животные, отпечаток этого процесса остается в их генах, отделяя таким образом одомашненные виды от видов, которые еще остались в дикой природе и от тех, которые были их предками в прошлом. На протяжении многих лет ученые хотят узнать о том, как древние люди одомашнивали животных и растения. При этом возникает много вопросов, таких как. Какие люди впервые начали одомашнивание? Сколько времени это заняло? И какая группа людей впервые превратила тура в молочных коров, к примеру? Или эта идея пришла в голову разным народам, живших на планете? И в какой период времени? Даже собаки, одни из самых старых друзей человека, вызывают вопросы о своем появлении. За долгий период изучения разными методами, доступными на разных стадиях, получались разные результаты. Многие результаты, полученные археологическими методами в прошлом, сейчас ставятся под сомнение после изучения более современными методами, особенно после изучения ДНК, которое ранее было недоступно. Поэтому исследования, которые проводятся в настоящее время, проходят поистине захватывающую фазу. Исследование геномов, диких и одомашненных животных, а также растений, дает эволюционным генетикам новый ключ к разгадке изменений, которые отделяют домашние разновидности от диких. Многие методы изучения появились лишь за последние 2-3 года. Анализируя ранние археологические находки с использованием методов изучения ДНК, можно получить много новых невероятных результатов, которые уже переписывают истории о домашнивании риса, лошадей и кур. Также возникает и много новых гипотез, которые проливают свет на основные изменения в эмбрионах многих одомашненных разновидностей. Одна из них стремится объяснить, как процесс приручения вызывает изменения в появлении, воспроизводстве и физиологии целого ряда одомашненных животных. Так, совокупность клеток у позвоночных, выделяющихся из краевых отделов нервного желобка во время его замыкания в нервную трубку под названием нервный гребень, может вызывать так называемый синдром приручения. Однако очень трудно провести грань между уже одомашненным животным и его диким предком. Нет ясности по каким критериям можно судить, ведь недостаточно обнаружить факт близкого сосуществования. Однако некоторые научные организации экспериментально пытаются проследить за этими процессами. Так, Российский институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук в городе Новосибирске уже на протяжении десятилетий ставит эксперименты над животными, в частности над черно-бурыми лисицами. Родоначальником эксперимента был еще Дмитрий Константинович Беляев, которому в 2017 году исполнилось бы 100 лет. В 50-х годах прошлого века Беляев и коллеги начали отбирать в дикой природе и разводить наименее агрессивных черно-бурых лисиц и лисиц наименее боящихся человека на пушной ферме, отделяя выбранных особей от остальных не прошедших отбор. А с 1960 года исследователь Людмила Трут и ее команда выбирали самых дружелюбных лис-фермы для дальнейшего размножения, в результате чего более чем через 60 поколений лисы стали еще более терпимыми к людям, а последующие поколения очень радуются появлению человека. Не миновали лисиц и внешние изменения. Однако, даже при том, что дружелюбные новосибирские лисы генетически считаются ручными, а некоторые даже проданы в качестве домашних животных, трудно все же считать их полностью одомашненными. В квартире они, вероятно, были бы очень трудными домашними животными. У лис есть сильный запах, повышенная активность в ночное время и их трудно дрессировать. Но при дальнейшем проживании с людьми и плюс унаследованные изменения в геномах лис может в конечном счете сделать их полностью одомашненными, но до этого еще далеко. Ученые из Новосибирска определили несколько критериев превращения диких черно-бурых лис в одомашненных. 1. Одомашненные животные генетически отличаются от своих диких предков, наследуя только благоприятное поведение в отношении к человеку. Это и отличает одомашненных животных от прирученных, но не передающих свою лояльность к людям по наследству. 2. Приручение делает животных зависимыми от людей в плане еды и частично в сфере размножения. Очень яркий пример этому – индюки, которые не могут размножаться без помощи человека. 3. Размножение со своими дикими предками становится затруднительным или полностью невозможным. 4. Животные должны иметь физические признаки синдрома приручения, такие как меньший череп и зубы. По этим критериям некоторые ученые считают наших популярных домашних животных – кошек – не полностью одомашненными. Кошки, вероятно, начали приручать себя еще девять с половиной тысяч лет назад, охотясь за грызунами в хранилищах зерна и питаясь отходами жизнедеятельности человека. В Европу кошки попали с Ближнего Востока, примерно 6,5 тысяч лет назад. Но ранние кошки вряд ли могли мурлыкать, сидя на коленях своих хозяев. Эти поведенческие изменения возможно появились позже, после миграции их из Египта по морю на кораблях в другие страны. Также кошки мало отличаются физически и генетически от своих диких африканских предков. Это отличает их также и от собак. Но собаки на данный момент считаются наиболее ранними прирученными животными. Есть много данных, которые позволяют предполагать, что собаки были одомашнены несколько раз в разных частях света. Неоднократно. Также очень трудно провести грань между временем, когда древние охотники перестают интересоваться некоторыми видами животных лишь как добычей для употребления в пищу. И когда начинают задумываться о том, как можно управлять этими животными. И не стоит считать, что у разных народов приручение животных проходило одинаково. Так, к примеру, раскопки у села Батай в Казахстане показали, что люди, проживавшие в этой местности 5-6 тысяч лет назад, да или лошадей. Но это не позволяет судить о том, что лошади содержались там так, как сейчас в современной Европе. Да и в Монголии отличительные взгляды на содержание лошадей. За коров в Индии и говорить не стоит. Поэтому даже представление ученых из разных стран на одомашнивание может кардинально отличаться. А учитывая, что трудно определить стадии одомашнивания, на примере лисиц из Новосибирска, то что можно судить о животных, найденных при раскопках? Так, считалось, что собаки одомашнены около 14-17 тысяч лет назад, к концу ледникового периода. Однако есть находки с возрастом и в 36 тысяч лет в пещере Гое в Бельгии, которые ученые считают уже прирученным волком, судя по строению черепа. Многие ссылаются на находки в России и Чехии, датированные 25-ю тысячами лет. Некоторые считают, что находка из разбойничьей пещеры на Алтае, датированная 33-мя тысячами лет, тоже является уже собакой. Однако те исходные материалы, которые сравнивали с древними собаками, претерпели значительных изменений в течение последних 200-300 лет. Благодаря активному разведению собак людьми. Также стоит учитывать и цели, для которых приручали ранних собак. Возможно, во времена ледникового периода они использовались как вьючные животные для транспортировки добычи после охоты. А большие собаки, возможно, помогали людям охотиться на опасных хищников, таких как пещерные медведи, гиены и пещерные львы. Также возможно, что животные использовались для меха и мяса. Поэтому и те собаки, которые жили 15 тысяч лет назад и те, которые жили 30 тысяч лет назад, отличаются между собой меньше, чем от современных видов. Ученые спорят не только о времени приручения собак, но и о том, где и сколько раз это происходило. По последним данным это произошло дважды. Один раз в Европе и второй раз в Восточной Азии. А данные на основе исследований ДНК показывают, что собаки из пещеры Гоя в Бельгии и разбойничьи пещеры в России не являются предками ни современных собак, ни волков. Но это не значит, что эти древние собаки не были приручены. Возможно, этот вид собак просто вымер, как и многие другие животные тех времен. А процесс приручения начался заново где-то в другом месте. А места, где произошли первые приручения, как животных, так и растений, определить очень трудно. Поэтому в настоящее время интенсивно изучаются как новые, так и ранние находки, в том числе и с применением анализа ДНК. Так долгое время велись споры о происхождении азиатского риса. Поэтому раньше считалось, что рис был одомашнен дважды. Первый раз в Китае 9000 лет назад в виде мелкозернистого. И в Индии 8000 лет назад в виде длиннозернистого варианта риса. Но археоботаники из Лондона утверждают, что рис был одомашнен лишь однажды в Китае и значительно позже. Хотя и выращивался там и ранее. Но основным критерием одомашнивания было то, что у злака, включая рис, пшеницу, ячмень, сорга и проса, есть мутации, которые предотвращают разрушение колоса для распространения семян после его созревания. И эти зерновые культуры могут размножаться лишь при помощи человека, который собирает и сажает семена. Возможно рису понадобилось около 2000 лет, чтобы приобрести такие мутации в процессе его выращивания человеком в бассейне реки Янзы. Учёные пришли к таким выводам в процессе исследований окаменелых рисовых семян возрастом от 9 до 8500 лет, 60% из которых всё ещё рассеивались колосом после созревания. Лишь обнаруженные образцы риса возрастом от 7 до 6500 лет уже не были склонны к разрушению колоса. В Индию одомашненный рис попал уже позже около 4000 лет назад, где и передал свои гены местным видам. Немало проблем и в изучении современного рогатого скота. Учитывая, что последний предок коров Тур вымер в 1627 году в лесах Польши. А чтобы изучить предков лошадей, учёные по всему миру собирают ДНК от останков лошадей времён Чингисхана, средневековых рыцарей, римлян и скифов. На основании анализа ДНК была изучена также и история приручения кур. Так, современные куры являются носителями рецептора териотропного гормона, который придаёт им ряд особенностей, таких как раннее половое созревание и способность к круглогодичному и раннему отложению яиц, снижению агрессии чужим цыплятам и сниженный порог страха перед человеком. По некоторым версиям считалось, что изначально люди отбирали кур, которые наиболее часто неслись, и было это около 4000 лет назад, что и привело к изменению гена. Но с момента становления христианства в Европе эта версия отошла на задний план. Когда во время религиозного поста люди выбирали мясо, рыбы и птицы, что позволило отбирать самых крупных цыплят для размножения. Учёные из Швеции провели эксперимент с банкевской джунглиевой курицей. Так, в процессе селекции отбирались птицы, которые меньше всего боялись человека. В результате чего довольно быстро начали рождаться особи, которые настолько не боялись людей, что их нужно было пнуть, чтобы они ушли с дороги и не путались под ногами. Также наблюдался и более значительный рост кур. И это произошло намного быстрее, чем думали экспериментаторы. Кстати церковь также повлияла и на разведение кроликов, когда в VI веке римский папа Григорий I объявил их водоплавающими и разрешил употреблять пищу во время церковного поста. После чего их разведение в монастырях Франции стало обыденным делом и они быстро были одомашнены. Считается, что благоприятным фактором для выбора животных для селекции был фактор послушности и покорности. Так как трудно приручить животное, которое постоянно от тебя убегает или ещё чего хуже хочет тебя съесть или покалечить. В результате многих работ учёным было отмечено, что характерными чертами животных, которых выбирали древние люди для одомашнивания, были сниженный порог стресса и страха перед людьми. Что обуславливалось тем, что надпочечники производили меньше адреналина и нароадреналина, так называемого гормона борьбы или полёта. А у домашненных животных отмечалось снижение пигментных пятен на шерсти. Кости морды смягчаются и укорачиваются, в результате чего уменьшаются зубы и челюсть. Если конечно целью не является выведение бойцовских и сторожевых пород. А также отмечается смягчение ушей и уменьшение мозга. Так как часть мозговой деятельности в виде заботы о пропитании берёт на себя человек. А сниженный порог стресса учёные генетики из Германии связывают с генетическим дефектом нервного гребня в совокупности клеток у позвоночных. Что подтверждают и генетические анализы проб взятых у животных в Новосибирске, где помимо лис эксперименты по одомашниванию проводят также на мышах и норках. Некоторые учёные взяли пробы на проверку различий в этом плане и у кошек. Что к их удивлению и показало разницу как раз в мутациях нервного гребня, что может свидетельствовать всё-таки о том, что они одомашнены. Но учёные не спешат радоваться, потому как ещё не найдены генетические механизмы, которые заставляют клетки нервного гребня изменяться. Поэтому само изучение одомашнивания животных человеком является очень сложным процессом. Однако учёные ожидают, что в ближайшие годы станут известны новые результаты в этой области науки. Продолжение следует... Продолжение следует...